Пациентом, которому проведут пересадку головы, станет не россиянин, а гражданин КНР. Официальная причина в следующем. Проводить операцию решили в Китае. А донор и реципиент должны принадлежать одной расе. Нам придется искать доноров среди местных жителей. И мы не можем дать белокожему, как снег Валерию, тело человека другой расы. Имя нового кандидата мы еще не можем назвать. Мы в процессе выбора. Впрочем, многие уверены, что дело скорее в финансировании и национальном престиже. В Китае операция по пересадке головы финансируется на государственном уровне. Под это выделят отдельную клинику в Харбине. А помогать итальянскому нейрохирургу будут десятки местных врачей. И выбор пациента, скорее всего, также пойдет на гражданина КНР. Китайцы решились на эту операцию, потому что хотят получить Нобелевскую премию. И зарекомендовать свою страну как двигатель научного прогресса. Это своего рода новая космическая гонка. Операция предположительно продлится около 36 часов и обойдется в 15 миллионов долларов. В пораженные участки спинного мозга будут вводить полиэтиленгликоль. С его помощью уже удалось добиться восстановления связи между тысячами нейронов у животных. На крысах проводились, на собаках проводились. Были какие-то там группы этих крыс с разным пересечением, по разной методике пересечения спинного мозга. И вроде бы как с достаточно хорошим результатом происходило сращение, так назовем, этого спинного мозга. С возобновлением двигательной функции у мышей. Ранее итальянскому хирургу уже удалось пришить вторую голову мыши и пересадить голову обезьяне. Впрочем, обезьяну усыпили через 20 часов после операции. А пересаженная голова мыши не посылала импульсы другим частям тела. И многие нейрохирурги до сих пор сомневаются, что при проведении операции на человеке действительно удастся успешно срастить спиной мозг и сохранить... ...серджио Коновера, который собирается проводить эту уникальную операцию. Напомню, ранее он обещал сделать первым своим пациентом российского программиста Валерия Спиридонова. Но теперь, как видно, решил планы поменять. В чем причина, разбиралась Дарья Козлова. У 30-летнего Валерия Спиридонова сложное генетическое заболевание, спинальная мышечная атрофия. Он практически лишен возможности двигаться. И ожидали, что Валерий станет первым в истории человеком, которому пересадят тело. Или голову. Единого мнения среди врачей, как называть эту пересадку, пока нет. К сложнейшей и пока уникальной в своем роде операции он готовился с 2015 года. Я не пытаюсь совершить какой-то изощренный способ самоубийства. Нет, это не так. Я очень люблю жить. Я вполне доволен тем, что у меня есть. И у меня есть уверенность в том, что все понимают, что делают. И просто кто-то технически должен быть первым. Почему не я? Провести пересадку должен был нейрохирург из Италии Серджио Коноверо. На встречу с ним после консультации онлайн Спиридонов ездил в США. И вот за полгода до планируемой операции приходит новость.